Впервые в парке усадьбы Кривякина прошел праздник империя ремесел, который организовали одноименные производственно-интеграционные мастерские из Орехова Зуева. Такого проекта больше нет нигде, на что он направлен, рассказала заведующая социально-реабилитационного отделения центра. На базе Орехово-Зуевского комплексного центра 5 лет назад, в январе месяце, были созданы производственно-интеграционные мастерские, которые пригласили ребят старше 18 лет с ментальными и физическими нарушениями, для того, чтобы можно было их обучить, а затем и трудоустроить. Но, скорее всего, мы решали проблему социализации таких ребят. В мастерских комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Орехово-Зуевский большой охват специальностей. Швейное дело, деревообработка, дизайн-студия, широкий профиль декоративно-прикладных направлений. Например, создание изделий из глины, вышивание, плетение из бумажной лозы и многое другое. У них нет такого, чтобы мы им говорили, вот надо вот это сделать. Нет. Вот все, что у них в голове и в мыслях, они могут это изобразить на бумаге, сделать из глины. То есть нет таких ограничений. У них свободный выбор. И вся фантазия их может вылиться во все изделия, которые вы можете увидеть на сегодняшний день. То есть мы не ограничиваем их в их возможностях. Поэтому каждая работа для нас – это звездный выпуск. На сегодняшний день мастерские центры посещает более ста человек. Двадцать три уже трудоустроены. В Орехово-Зуевском свой автопарк. Люди приезжают из Электростали, Ногинска, Павловского посада, Воскресенска, Шатура. И праздник империя ремесел в парке усадьбы Кривякина устроили для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли попробовать себя в тех специальностях, которые предлагает центр. И нашли что-то свое. Это между, 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 между. Очень, очень, очень. Сейчас у нас, получается, был вверх? Это был вверх, сейчас вниз. Да, так, держите там. Держу, держу. Так. Коля, поднимай. Теперь давай, вот так. И вниз. Грудка, прижимайся, чтобы так туго-туго к себе, туго-туго, чтобы платная ткань у нас получилась. Мы пришли поучаствовать в мастер-классах. И вот первый мастер-класс, который мы нашли, в котором участвуем, он по ткацкому делу, как-то так. Сын захотел, говорит, хочу очень попробовать по ткате, да, Коля? Да, и пей, ну, ну, мы, а все, и че, я, ты? Вот, мы попряли, она привожила, все в порядке. Ну, теперь, мы будем это делать, айон, а? А с этим ковром мы делать ничего не будем. Теперь мы будем делать это втроем, что будем с этим ковером делать. А чем, а чем жить? А, все поделают и будет ковер. Мы не шили, а ткали, коль. Ткали. Ткали? Да, это называется ткать. Опытные мастера делились на мастер-классах своими секретами и учили гостей основам различных ремесел. Все желающие могли попробовать себя в качестве ткача, дизайнера букетов из мыла, керамиста, мастера полиграфического производства и художника. Вот сюда вот раскладываешь сначала. Сюда, сюда. Здесь у нас бабочка. У тебя, может, цветок здесь быть или здесь? Мы делаем чехольчик для телефона. Это такой из фетра. Универсальный. Его мощь не только для телефонов, но и для других. Для очков, для документов, для секретных бумажек. Чтобы я с собой на шею повесила и носить, чтобы все время было под рукой. В итоге у нас получается кулон на шею. Достаточно легкий, глина легкая. Это полимерка, она застывает сама, то есть не нужен обжиг. Просто мы делаем изделие и раскрашиваем его красками. И носим с удовольствием. Пока сделали вот такое. Вот это все дома высохнет, все отшлифуется. Бусинки, веревочку. И в Воскресенск на различные наши городские мероприятия. Я никогда не делала сама значки. Но все время было интересно, как так можно сделать. Единственное, что вот сам процесс, на самом деле, как бы может с ним справиться каждый. И очень такой классный значок, таких, как я, больше нет. Каждый может себе сделать. И почувствовать себя особенным и оригинальным таким. Каждый из участников проекта «Империя ремесел» старается интересно проводить время. Самовыражается и только еще раз доказывает, что ограничения по здоровью не ограничивают жизнь. С каждой секунды я лучше и лучше. Я подниму себя к новым течениям. Мне будет место встать, есть место свечению. Я не хочу сидеть дома. Я не хочу сидеть дома. Я не хочу сидеть дома. Фраза «Я не хочу сидеть дома» стала для Аллы Потаповой девизом. Она активно занимается туризмом. Побывала на Воробьевых горах, ВДНХ, киностудии Мосфильм. А возможно, это стало благодаря проекту «Без границ». Запустился новый проект, называется «Без границ». Он направлен на то, чтобы люди, которые находятся в инвалидных креслах, чтобы они не сидели дома, чтобы они путешествовали и жили активно. Вот некоторые думают, что все, в инвалидном кресле он инвалид, и все, он сидит дома, и четыре стены, и все, да? А мы хотим, чтобы их жизнь была разнообразной, яркой и интересной. Вместе с тем, что просто создан этот проект, у нас есть, как телепередача, есть вот «Орел и решка». У нас есть такие выпуски программы, уже их два готовых, и третий вот в разработке, который на природе. В стиле «Орел и решка» мы делаем такие передачи. Проекты «Империя ремесел» и «Без границ» помогают людям с ограниченными возможностями здоровья реализоваться, найти любимое дело, хобби и жить полной жизнью. Они дарят им путевку в будущее. Анастасия Сибирякова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.